Эта газель с гуманитарным грузом скоро отправится в зону специальной военной операции. К Центру поддержки семей мобилизованных, что расположен в приемной партии «Единая Россия», ее доставил депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. Сколько всего у нас на контакте? Семей? Да. Практически более 150. Более 150. Постоянные, постоянно. Постоянные. Кому, по-своему, с поддержкой, какие-то вопросы? 150, да? Да. Из? Ну, вообще у нас 520. 520. Мобилизован. Да, это вместе с добровольцами. Разговор с волонтерами, что принимают звонки, начали с потребностей. Что беспокоит родных? Выплаты. Их еще получили не все. Девушки проверяют фамилии и паспортные данные. Бывают ошибки. Много тревог, когда бойцы не выходят на связь с родителями. В этом случае стараются успокоить. Нам, чтобы коллегам из Минобороны тоже дать сигнал, что в этом тогда связь может быть. Вся система. На встречу в Центр поддержки пришли волонтеры, военнослужащие гарнизона и депутат окружного совета Денис Ахронкин. Он регулярно выезжает на Донбасс с гуманитарным грузом. Говорит, что раз в месяц с помощью жителей округа можно обеспечить хороший груз. Главное то, что мы смогли объединить усилия. И нет у нас здесь никакой политической повестки. Есть одна задача – помочь людям выставить. Сергей Пахомов отмечает, хорошо, что есть обеспокоенность, добрый порыв и желание участвовать. Но нужно подумать о централизации. Возможно, создать ресурс, где каждый мог бы увидеть, что нужно в данный момент. Можешь зайти, посмотреть, взять и закрыть там конкретную позицию. А «Газель» с необходимыми напередовой вещами Сергей Пахомов передал волонтерам. Мы тоже собрали от наших коллег небольшую машину. Газель стоит, она около двери, поэтому вы ее тоже забирайте и в общую копилку отфизите. Значит, разгружать ее не надо, я вам прям ключи отдам сейчас от нее. То есть мы на ней можем ехать до вас, но на ней можете ехать куда хотите. Когда я буду здесь, мне не нужно вернуть. Татьяна Колганова, Дмитрий Зайчиков. Программа «События».